Не первый год в Тампонском районе реализуется программа устойчивого развития сельских территорий, по которой ежегодно строятся свыше 10 домов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 14 домов, из них 9 в Баяганском наследии. Кто стал счастливым новоселом в нашем следующем сюжете. Молодожены Трофим и Айталина Охлопкова из села Крецхальжай летом широко справили новоселье. Вместе молодые уже три года, но без своего жилья вынуждены были с двумя детьми проживать с родителями. Когда узнали о жилищной программе, они не раздумывая подали документы. И вскоре, получив субсидию в размере 700 тысяч рублей, в кратчайшие сроки построили дом своей мечты. Оба работают в школе, и поэтому для них это большая помощь. Проект нового двухэтажного дома они продумали до мелочей. В итоге он получился удобным, комфортным и современным. Наконец-то у нас появился, например, у детей собственный уголок. У каждого ребёнка своя комната, кухня большая, это благоустройство. Вода, тепло, всё, ванная. Очень хорошо. Молодые специалисты сельхозкооператива Илге Илья Горохов со своей супругой Юлианой переехали в Крецхальжай только в сентябре прошлого года, а весной уже получили жилищную субсидию. И скоро тоже обзаведутся собственным двухэтажным домом в самом центре села. Мы очень рады, что сам построил дом свой, как мечтал. И вот землю нашли, как центр, как говорится, еле-еле. Отопление всё есть. Поэтому рады очень. В Байгантайском наследии по федеральной программе устойчивое развитие сельских территорий с 2014 по 2016 годы свыше 30 семей построили для себя добротные дома. И никто из них никуда не хочет уезжать. А это значит, сила растёт и будет развиваться. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандега.